Здравствуйте! В эфире «Итоги недели». Меня зовут Владимир Антушкин. В рамках этой программы вспоминаем наиболее заметные события минувших 7 дней. Вкратце о сюжетах нынешнего выпуска. Кто-то летом отдыхает от учёбы, а кто-то, напротив, усиливает нагрузку. Кумертаусцы проходят обучение в Сколково. Провели молебен, организовали крестный ход, напомнили об истории. Свято-Софийский храм отметил 100-летний юбилей. Чтобы получить порцию позитива, детям достаточно прийти к ним. ДК «Рассвет» пригласил дошкольников на дискотеку и весёлые старты. На минувшей неделе в Кумертаусской мэрии прошло рабочее совещание по подготовке программы комплексного развития городского округа. В нём принял участие линейный менеджер Кумертау Андрей Миголь. Был представлен перечень инвестиционных проектов. На следующий день куратор Кумертаусских проектов отправился в Уфу, где представил интересы городского округа в профильных министерствах. Предварительно Андрей Миголь посетил Кума ПП и провёл выездные рабочие встречи с местными предпринимателями. На минувшей неделе в Московской школе управления Сколково стартовала вторая волна образовательной программы по развитию моногородов. Обучение проходит и представитель городского округа Кумертау. Программа включает в себя пять учебных модулей, которые пройдут с середины июня до конца сентября текущего года. По итогам обучения управленческая команда разработает и защитит программу развития Кумертау. На ремонт дороги, обустройство детской площадки, покупку транспорта или иное подобное начинание городским округам выделяют до миллиона рублей. Но для получения этих денег горожанам нужно доказать, что им действительно это необходимо. Доказать в том числе путём вложения в проект собственных средств. Так работает программа поддержки местных инициатив. Не так давно о ней рассказали Кумертаустам и среди жителей городского округа уже есть желающие принять участие в программе. Есть такая программа поддержки местных инициатив, по которой государство выделяет городским округам до одного миллиона рублей на реализацию проекта. Это может быть благоустройство любой муниципальной территории, покупка техники или ремонт дороги. Словом, практически любая инициатива, которая пойдёт на пользу населённому пункту. Однако, чтобы проект реализовать, необходимо победить в конкурсе и проголосовать за него, что называется, рублём. То есть вложить и собственные средства. Эта программа, шагая по стране, наконец дошла и до городского округа Кумертау в лице консультантов Всемирного банка. Программа поддержки местных инициатив – это конкурсная история. И поэтому здесь очень важно, сколько ты ещё баллов наберёшь. И каждое действие, оно оценивается в тех или иных баллах. Жители дома номер 29А по улице Энергетиков стали одними из первых, кому рассказали об этой программе. На общем собрании жильцов озвучили, что для участия в конкурсе, во-первых, необходимо определиться с проектом, во-вторых, с объёмом средств, которые они готовы потратить, от 5 до 20%. Ну и в-третьих, выбрать инициативную группу, которая будет организовывать и контролировать весь процесс вплоть до приёма работы в случае победы в конкурсе. Вы первые, так что всегда очень тяжело начинать, непонятно, боязно. Но мы поблагодарим Мину Мирону, что она лично сегодня с нашим городом начала работать, потому что кто кроме неё так всё бы нам профессионально рассказал. Потому что нам, честно говоря, не всегда верится во что-то хорошее, везде сомнения есть. Тем более, что речь идёт о деньгах. Но мы сегодня поняли возможность, я думаю, что ваш пример поддержит другие ТСЖ. От членов ТСЖ по улице энергетиков 29А звучали и предложения по благоустройству придомовой территории. Однако программа поддержки местных инициатив распространяется только на муниципальные земли. После коллективного обсуждения было решено в программе всё же участвовать и попробовать благоустроить площадку в парке коммунальников. Предполагается, что проект будет включать и обустройство пешеходных дорожек, ведущих к парку. Вот двор для нас маленький, детям. Нужно место для катания коляски, где по дорогам не покатаешь. Нужно выйти в парк, чтобы всё облагорожено и маленьким, и взрослым детям, чтобы было чем заняться. И развлекательно, и там, чтобы деревья какие-то были, тенёчек, свежий воздух. Всё-таки. Ну, то есть считаем, что да, именно в нашем районе, в Восточном, такого места нету. То есть в тот парк ходить далеко, а здесь, чтобы у нас что-то было рядышком, под боком, где можно погулять с детьми, отдохнуть самим. Это необходимо, мы считаем. Как думаете, получится реализовать вот эту эмиссатию? Надеемся, что да. Надежда умирает последней. Начало есть для маленьких. Мы хотели ещё, чтобы поставили спортивный инвентарь, спортплощадки, волейбольные, баскетбольные площадки для детей постарше. Также могут туда и взрослым выйти, поиграть. То есть это быт всех жителей микрорайона Восточный. Для этого мы собрались, чтобы нам помогли в этом деле, поддержали. Основную финансовую нагрузку по поддержке проектов в рамках программы берёт на себя государство. Однако и муниципалитету, и горожанам тоже необходимо вложить средства от 5 до 20% по договорённости. К слову, поддержать начинание жильцов дома номер 29А по улице энергетиков могут все горожане. Это может быть как денежный, так и не финансовый вклад, например, предоставление оборудования или транспорта, организация субботника и прочее. Всё это в конечном итоге увеличивает шансы на победу в конкурсе. Мы сейчас посмотрели по документам, мы сделали уже протокольные записи, и по ним видно, что у вас очень высокие шансы по нескольким параметрам. Хочу сказать, что это собрание подготовлено хорошо, что у него очень высокие шансы на победу. Я очень надеюсь, что вы победите. Ещё одно подобное собрание параллельно прошло в селе Ира. Члены территориального объединения села также приняли решение участвовать в программе поддержки местных инициатив. Предлагали сделать внутренний ремонт детского сада, расширить территорию кладбища или создать многофункциональную спортивную площадку. Большинством голосов остановились на площадке. Решили модернизировать школьную или организовать новую на территории, прилегающей к многоквартирному дому. Думаем о будущем, о наших детях, потому что действительно в селе детям негде собираться. Нет центра, где бы они могли проводить время, играть вместе, общаться. Есть единственное место – это школьная спортивная площадка. Вот туда ходят дети, но она не рассчитана на младший возраст, дошкольный. А эту площадку мы планируем все-таки и для мам с колясочками, чтобы они гуляли. Лавочки будут стоять. И для бабушек могли собираться, посидеть где-то, пообщаться. И в то же время и дети поиграть в песочнице, покататься на горке. И подростковый возраст там тоже предусмотрен. Более того, инициативная группа рассматривает вариант установки сцены на многофункциональной площадке. Дело в том, что в селе Ира нет клуба, то есть жителям фактически негде собраться или провести массовое мероприятие. Собственных же средств решено вложить 20% для того, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе. Тема вообще проходная, то есть она всегда заслуживает внимания большого. Дети – это наше будущее, вот как это, я не хочу здесь пафосно выражаться, но так ведь оно и есть. И я вообще, когда вот закрывали собрание, я просто сказала, говорю, вы ведь не площадку вы выбрали на самом деле, вы выбрали ваших детей. Вы выбрали все будущее вашего села, вы выбрали в конце концов даже свою старость. Вы сегодня показываете вашим детям пример того, как надо заботиться, как надо самим проявлять инициативу и реализовывать эту инициативу, осуществлять то, что вы задумали. Победа предложенных проектов теперь во многом зависит от активности инициативных групп и самих жителей городского округа, отмечают консультанты. Сама же программа поддержки местных инициатив работает уже три года. А о том, что она действительно работает, как минимум свидетельствует карта на сайте программы. Значками на ней отмечены уже реализованные проекты. Всероссийский конкурс «Я исследователь» для воспитанников детских садов и младших школьников проводится в нашей стране с 2005 года. В нем участвуют дети, их родители и педагоги из России и ближнего зарубежья. Понятное дело, что такая широкая география создает серьезную конкуренцию, но тем и почетнее победа в состязании. Не так давно кумертаусским гимназистам покорилась и эта вершина. «Я исследователь всероссийский конкурс для детей». Он проходил в несколько этапов. Последний завершающий состоялся в Сочи и участие в нем приняли наши ребята из гимназии номер один. С 29 по 31 мая проводился конкурс. И на этот момент не должно было ребенку исполнить 10 лет. Саше 1 июня исполняется 10 лет. То есть я сказала, это судьба, нам нужно обязательно попасть и победить. Но хочу сказать о ребенке, что он меня очень порадовал, что я ему очень горжусь, потому что он очень собранный был. Мы с ним были вдвоем, без мамы, ездили в эту поездку. И он очень понравился жюри. И на следующий день его жюри очень хорошо встречало во второй этап. И даже в статье, в интервью своем указали наш город и Сашу. Захотели приехать сюда и посмотреть все то, о чем он говорил. 14 регионов Российской Федерации приняли участие в конкурсе. Школьники соревновались в два этапа. Стендовая защита и научный доклад с презентацией. Из 129 конкурсантов во второй этап прошла половина ребят. Представители нашего города оказались в их числе. В первой части своих экспериментов я решил изучить свойства природного газа. Так как смотрел фильмы. По телевизору часто показывают несчастные случаи с людьми, так как они не соблюдают правила безопасности при обращении с природным газом. И беседовал с учителем химии в нашей школе и со специалистами ОАВР. И они мне сказали, что первое свойство природного газа, то, что он не имеет цвета и запаха, и обнаружить его отечку очень трудно. В своем выступлении на конкурсе Александр Зилипухин рассказал не только фактическую теорию на тему, но и представил исследование с экспериментом, проведенным на практике. Кроме того, по словам жюри, он блестяще ответил на вопросы о природном газе и занял второе место по итогам конкурса в своей секции «Математика-техника». В другой категории естествознания и неживая природа диплом третьей степени получила ученица первого класса нашей гимназии Есения Елисеева. На мероприятии она рассказала о различных опытах с яблоком. Современные дети любят заморские фрукты. Я решила им доказать, что яблоко, оно полезное, и его нужно употреблять чаще в пищу. Мы определяли наличие воды, яблочной кислоты, крахмала, железа, йода, как влиять на яблоко и есть витамин С в яблоке. Также в конкурсе участвовала ученица первого класса гимназии Полина Юртаева. Темой ее выступления стало негативное влияние шума на организм человека. Я побывала на лабораторной работе по дисциплине безопасности жизненной деятельности. И я там увидела интересный прибор шумомер. И можно измерять уровень шума. И мне стало интересно, какой уровень шума в нашем классе на уроке и на перемене. Как влияет шум на учебную деятельность и утомляемость учащихся. В завершении на торжественной церемонии закрытия в городе Сочи учащиеся получили дипломы и памятные сувениры. По словам руководителей, наши ребята справились со всеми заданиями конкурса достойно и профессионально, несмотря на возраст и серьезную конкуренцию. Работа требует, во-первых, и физической силы, эмоциональной отдаешься. Тем более у меня были две ученицы первого класса. Возраст еще самый маленький они были, потому что это конкурс единственный в нашей стране, который проходит для маленьких исследователей. Здесь, конечно, немаловажную роль играют родители, которые мне помогали. Совместные усилия родителей, учителей, детей. Все вместе это дает такие большие результаты. Ну и, конечно, талантливые дети. Благодаря им наш город, наша республика заняла призовые места. Поздравить созидателей Свято-Софийского храма в селе Ира приехали гости не только из разных районов Башкортостана, но и из ряда соседних регионов. Храм и обитель при нем накануне отметили свои юбилеи. Подробнее о том, как прошел этот праздник, узнаете из следующего сюжета. Свято-Софийский храм в селе Ира отметил 100-летие со дня строительства и 10-летие женской обители при нем. Поздравить обитателей храма с юбилеем прибыли официальные лица, духовенство, простые сельские труженики, а также гости из городов, районов республики, представители соседних регионов и, конечно же, казаки. В первую очередь казак. Без веры не казак. Казаки всегда были рядом с храмом, всегда помогали церкви. И сейчас и мы помогаем. Поэтому такое мероприятие большое пропустить нам нельзя. Фактически празднование началось с божественной службы. Литургии, только торжественной. Ее провел епископ Саловацкий Кумертауский Николай. К слову, выстоять службу от начала до конца удалось не всем. Помещение было заполнено до крайней степени. Песня. 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 храм основали в начале 20 века. Сейчас он является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. В небу возносят молитвы людей, сладкие грезы детей. Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор. Господи мой, сердце открой, знаю ты, Бог живой. Пожалуй, трудно сейчас найти человека, который ни разу не обращался за медицинской помощью. Работникам сферы здравоохранения люди доверяют важнейшую ценность здоровье свое и своих близких. От профессионализма врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала, зависит по большому счету продолжительность нашей жизни. И, пожалуй, именно поэтому так важно не оставить без внимания регулярную, квалифицированную оказанную помощь. Кумертауских медиков по этому поводу чествовали накануне ДК Рассвет. В России день медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня. Традиция не стала исключением и для кумертауских представителей одной из самых гуманных профессий. Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, провели заранее. Принял его в своих стенах ДК Рассвет. Небольшой фуршет перед основной частью исполнил функцию регулятора настроения. После церемонии награждения в перемешку с выступлениями местных артистов. С профессиональным праздником медиков поздравила замглавы администрации Наталья Лапшина. Она отметила важнейшую роль хранителей здоровья в социальной сфере города и их неоценимый вклад в благополучие жизни горожан. Лучшие удостоились наград. Не остался в стороне и главный врач городской больницы Олег Астахов. Он поблагодарил своих коллег за ежедневный титанический труд, направленный на улучшение здоровья и тоже вручил награды разного уровня. У нас случайных людей все-таки нет. Я так считаю. Это мое мнение как руководителя нашей больницы. Все люди достойные. Наоборот, я считаю, не всех сразу можно охватить наградами. И это не есть цель, конечно, но самых достойных мы все-таки из достойных сегодня выделили и почилили. В течение мероприятий работников сферы здравоохранения отметили почетными грамотами, нагрудными знаками, благодарственными письмами и памятными подарками. А творческие коллективы городского округа поздравили медиков своим способом. Виновники торжества в этот день и сами поздравляли друг друга с наступающим праздником. Я хочу от души поздравить своих сотрудников, весь коллектив нашей больницы с нашим праздником, с международным медицинским праздником. Пожелаю всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде. Как бы побольше зарплаты, поменьше больных пациентов. Поздравляю всех медицинских работников с таким замечательным праздником, профессиональным. Желаю всем здоровья, счастья, семейных благ и всего самого наилучшего. Я хочу поздравить своих коллег, сотрудников нашей больницы с наступающим праздником медицинского работника. Хочу пожелать всем здоровья, прежде всего благополучия, удачи в их творческой дальнейшей работе. Ну и всего самого наилучшего. Отмечу, что днем позже кумиртавских медиков признали лучшими врачами года. Награждение победителей соответствующего республиканского конкурса прошло в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Почетные награды более чем 50 специалистам вручил министр здравоохранения. В доминации лучший врач лабораторной диагностики отмечена Римма Гизатулина, а лучшим инфекционистом признали Ольгу Тарасову. В Большом зале Кумиртавской администрации провели семинар-совещание по вопросам охраны труда. Совещание провела директор филиала регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Савко. Предотвращение трудовых травм и профзаболеваний. Именно за такой подход выступает Министерство труда и Фонда социального страхования. Напомним, работодатели платят взносы в Фонд социального страхования, и эти средства по действующему закону предназначаются в первую очередь для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но гораздо важнее, чтобы тратить больше средств на профилактические меры. Об этом шла речь на семинаре-совещании со специалистами и руководителями организации города. О нововведениях в законодательстве рассказала директор филиала регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Савко. Основная задача семинара еще раз обратить внимание работодателей на проблемы охраны труда и дать разъяснение по возникающим вопросам, в том числе свести к минимуму воздействия вредных факторов и сделать рабочие места более безопасными за счет их технологического оснащения. В соответствии рабочих мест необходимым требованием проверяет специальная комиссия. Одной из предупредительных мер является проведение специальной оценки условий труда, она сейчас называется раньше аттестация рабочих мест, теперь спецоценка условий труда. Вот предприятия, учреждения, организации, то есть страхователи должны провести специальную оценку условий труда и оплату этих мероприятий они могут получить за счет средств Фонда социального страхования. Как рассказала Ольга Савко, организации могут получить разрешение не перечислять до 20% страховых взносов от несчастных случаев на производстве и расходовать их на проведение профилактических мероприятий. В заключении Ольга Викторовна ответила на вопросы из зала. Кумертау переживает пору детских пришкольных лагерей. Ребята активно отдыхают, их водят в музей и парки, организуют развлекательные программы. Традиционную помощь в детских развлечениях оказывают и сотрудники ДК Рассвет. На минувшей неделе Дом культуры в своих стенах принял дискотеку и веселые старты. Если детям весело, то с большой долей вероятности можно предположить, где-то рядом висовик Дома культуры Рассвет. В этот раз сотрудники Дома культуры не покинули стен заведения, а пригласили детей прямо к себе. В холле на втором этаже для младших школьников организовали дискотеку и подвижные игры. Пришли воспитанники Центра дневного пребывания школы номер один. Сегодня здесь просто развлекательное шоу. Мы очень часто посещаем рассвет, замечательные мероприятия, нам очень нравятся костюмированные, очень хорошо подготовленные, с декорациями. Судя по отзывам, толковые развлечения, по крайней мере детских, рассветовцы знают. Для ребят организовали дискотеку и наглядно продемонстрировали, чем на ней обычно занимаются. Несложные движения подхватывались буквально на лету. Дискотека и мастерики не ограничились. Они подготовили для детей и обширную игровую программу с веселыми стартами, эстафетами и нешуточной конкуренцией. До соревнований допускались только те команды, которые смогли придумать себе оригинальные названия, то есть состязались не только в скорости и ловкости, но и в остроумии. Настало время пришкольных лагерей и Мау-Дека Рассвет оказывают вот такие услуги. Ребятам у нас проходят театрализации на сцене со сказочными героями, у нас проходят игровые программы фойе с эстафетами, с танцами и также у нас проводится школа актерского мастерства, где мы учим детей работать на сцене, как себя правильно вести, вот так вот развлекаем детей, как можем. Сегодня мы играем, сегодня мы танцуем, сегодня вот такая вот у нас игровая программа эстафеты, флеш-мобы, танцы. Напомним, что помимо прочего сотрудники Дома культуры Рассвет начали проводить и традиционные выездные игры с детьми во дворах. График праздников в двора опубликован на сайте Дома культуры. А о том, насколько удались минувшие танцы и веселые старты в холле, судить в первую очередь детям. Нравится, что приедете? Да. А почему приедете? Потому что нравится. Интересно. Меня зовут Владимир Антошкин. Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdfistv.ru Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин